добрый день если вы хотите пригласить иностранного гражданина в россию с какой-либо целью вам нужно четко понимать какой тип визы подходит для этого визита если это короткий визит с целью посмотреть 23 основных города москва санкт-петербург и еще какие-то города и достопримечательности и ваш иностранный гость либо партнер хочет приехать на короткое время самые удачные лучшие визы это туризм она самая дешевая оформляется она буквально в несколько в течение нескольких часов и дает право на посещение россии в течение 30 дней до 30 если вы хотите пригласить человека на переговоры для обсуждения каких-то деталей по совместным проектам либо ваш иностранец едет чтобы принять участие в выставке в этом случае лучше всего подходит деловая виза деловые визы в россии стандартно выдаются на 90 либо на 365 дней и по цели визита это именно деловой визит очень часто бывает что приезжают иностранцы с деловыми визами и пытаются работать это нелегально это незаконно поэтому если у вас основная цель у вашего гостя партнера коллеги либо это вы для себя делаете если у вас основная цель работа то изначально запрашивается рабочая виза рабочая виза предполагает наличие карточки пластиковое разрешение на работу и выдается в настоящий момент в россии на срок один год или три года сюда же входят визы вкс высококвалифицированных специалистов они оформляются проще это тоже виза считается рабочая и оформляется сразу на три года для этого необходимо иметь работодатель работодатель должен подписать своим трудовое соглашение пройти аккредитацию в министерстве внутренних дел и подготовить вам комплект рабочих документов последняя самая распространенная виза это виза студента она оформляется исключительно от университета либо института куда едет студент учиться выдается на 90 дней и потом продляется каждый год по мере оплаты за обучение по мере сдачи экзаменов это основные типы виз что необходимо еще здесь отметить если человек иностранный гражданин в россии много раз уже ездил много раз пересекал границу он проходит как правило пограничников легко если человек едет первый раз и его никто не встречает то это очень плохо потому что могут возникнуть какие-то вопросы либо к самому гражданину либо приглашающей организации и если вы своего иностранца не ждете вот буквально в аэропорту то его могут не пропустить через пограничный контроль и аннулировать визу это дополнительно расходы для приглашающей организации потому что надо ехать в аэропорт встречать его организовывать трансфер но я настоятельно рекомендую это делать особенно если человек едет первый раз потому что первый раз через границу без того что его кто-то встречает его могут просто не пропустить это вот основные моменты по типам виз по пересечению границы и здесь тоже надо отметить еще очень важный момент это где человек будет проживать потому что по российским действующим законам иностранец обязан стать на миграционный учет после пересечения границы и если человек живет в гостинице собирается жить в гостинице его естественно зарегистрировать если человек живет в частном секторе у родственников у друзей либо просто снимает квартиру например для проживания либо дом то в этом случае необходимо заранее побеспокоиться чтобы владельцы этой недвижимости его тоже зарегистрировали по прибытию чтобы не было нарушений по линии миграционного учета если у вас есть необходимость приглашать своих иностранцев иностранных коллег партнеров друзей туристов пожалуйста можете обращаться в нашу контору в регионе москва мы делаем все типы приглашений и оказываем визовую поддержку